Доброго времени суток! Меня зовут Елена. С недавнего времени, точнее с 2015 года мы с мужем и с двумя детьми, и с нашей кошечкой, которую вы видите за мной, переехали жить в Польшу. Долго мы готовились к этому, искали нужную информацию, но так случилось, что все-таки решились, даже несмотря на то, что до конца не знали и не понимали, что нас ждет. Но я вам так скажу, сразу забегая наперед, ни о чем не жалеем, потому что да, сложно было, да, иногда даже мучительно больно, и поначалу не все осталось, как хотелось, и трудно было привыкать, потому что нам не 15 лет, не 16, мы не студенты, у нас, конечно, взрослые люди, и тяжело было, честно вам скажу, потому что даже помню такой момент, когда муж в начальном этапе мне сказал, Лен, чем ты быстрее себя переломаешь и примешь это, и начнешь не сопротивляться тому всему, что происходит вокруг, тем быстрее ты начнешь вливаться в это все, и, то есть, пойдет процесс необратимый, то есть, ты начнешь чувствовать себя полноценно нормальным человеком, и не будет такого шока, то есть, не будет такого страха некого, потому что он присутствовал, несомненно, особенно в тот момент, когда вокруг тебя говорят, ты вроде как понимаешь, и я местами чувствовала себя, знаете, как тот пёс, глаза умные, все понимает, но ничего сказать не может, это про меня было какой-то период времени, но даже и сейчас, в принципе, местами тоже, когда общаешься среди своих граждан, потом переходишь на польский, и так тык-мык, и местами слова начинают теряться, ну, не без этого. Так вот, переехали мы, и я вам так скажу, ни о чем не жалею, сложности были, есть, и, скажем так, в принципе, они были и везде, эти сложности всегда, и проблемы жизненные, то есть, в том-то, жизнь как бы, да, нужно научиться преодолевать, и, ну, в общем, переехали мы, переехали мы сначала с мужем вдвоем, то есть, мы поехали, оставили детей на бабушку на полгода, сделали все открытые рабочие визы на тот момент, не было без визы, вот, и, приехав сюда, мы решили понять, попробовать, сможем ли, не можем сразу потянуть детей, так как не знали, куда идем, зачем идем, ну, то есть, как бы, надо было прощупать это все, вот. Через полгода удалось забрать детей, мы сняли себе более комфортное жилье, так как ребят привезли своих, вот, и начали, как бы, процесс уже обустраивания жизни вместе с детьми, то есть, школа, ребёнок наш, младший, ходит в подставовую школу, то есть, как бы, начальная школа идёт, и, а сын учился на тот момент в гимназиуме, сейчас уже гимназиум, как бы, как таковой, ликвидировали после реформы, у них уже нет этого промежутка, есть уже школа подставовая и уже дальше лицей, вот, то есть, он сейчас заканчивает последний класс, третий класс гимназиума, и о чём я хотела сказать, о том, что, прежде всего, то, что мне, почему я не жалею, это то, что есть некая стабильность, то, чего нам так не хватало раньше, то есть, мы можем спланировать выходной, мы можем спланировать каникулы, летние, зимние, то есть, есть какой-то момент, что ты знаешь о том, что хлеб стоит, допустим, 2 злотых, допустим, вот, и он не будет завтра стоить 7, 10 или 15, то есть, вы понимаете, чёрно, то есть, то, чего нам так не хватало. Есть элементарные вещи, которые мы можем себе здесь позволить без такого момента, «О, боже, так, купить это или купить то, или, может быть, не, не стоит, я сейчас, если сейчас куплю». То есть, нет таких вот моментов, и это я говорю не о том, что там мы там зарабатываем бешеную кучу денег, да, и вот сидит там сейчас одна такая, да, и думает, боже мой, а потратить мне, не потратить. Нет, мы вполне нормальные люди, без каких-то там, не, без каких-то там суперпрофессий, работаем на обыкновенных работах, зарабатываем как обыкновенные люди. То есть, ничего такого я не говорю. Так вот, приняв решение сюда приехать, я считаю, что мы не ошиблись, мы ничего не потеряли, даже больше обрели. Обрели спокойствие, обрели какую-то уверенность в завтрашнем дне, как бы там ни было. И, прежде всего, это, знаете, вот такое какое-то моральное успокоение, то есть, нет того страха больше. Хотя первое время он присутствовал, да, как-то первое время все равно покупаешь в морозиловку мясо, затариваешь, как-то так все это по максимуму, а вдруг не будет. Вы знаете, это вот подсознательное такое, такой пунктик. Ну, я не знаю, может быть, это кого-то не касается, но это коснулось нас. Так вот, я хочу сказать, что люди, которые сейчас, возможно, увидят это видео, которые думают, которые решаются, которые размышляют по этому поводу, стоит ехать. Я не могу однозначно сказать всем, да, вам нужно ехать. Вы понимаете, что у каждого свой путь, и у каждого какая-то своя дорожка, которую нужно пройти. Кому-то, признаюсь честно, есть такие люди, с которыми я общаюсь, да, которые вот приехали, им все легко, отлично, на раз-два нашли жилье, там работка, там туда-сюда, все отлично, жизнь удалась. Но есть люди, которые приехали, скитались. У них был горький опыт с документами, кстати, это очень немаловажно. Если есть возможность, и есть, допустим, карта поляка или польское происхождение, то, конечно, это очень облегчает здесь жизнь, то есть у вас есть такая некая путевка нормального здесь пребывания, да. Вот. Еще помню в 2015 году, когда мы приехали, и мы в январе 2016-го подали документы на легализацию, это было так, пришли, подали и ушли. То есть пару месяцев ожидания, два-три, я уже не помню точно, но это было очень быстро. Вот. Сейчас ситуация в корне другая, только потому, что людей приехала масса, и их каждым годом все пребывает. И я помню эту фразу крылатую мужу, и, боже, Лена, куда мы едем, уже все кому надо уехали, уже все устроились, а мы сейчас приедем, и что мы там будем делать, и как мы вообще... Да, была такая истерия, было такое понятие, и я иногда им, мужу говорю, вот, видишь, говорю, люди сейчас еще после нас до сих пор едут, спрашивают, интересуются. То есть кто-то, ну, все равно люди едут, это такой, скажем так, процесс, который, наверное, никогда не закончится. Вот. И это, конечно, на самом деле очень печально по отношению к нашей стране, но, увы, нету 300 лет в запасе жизни. Каждый это понимает, и нужно что-то срочно менять, решать. И я не могу сказать, да, всем едьте, я могу только одно сказать, пробуйте. В любом случае, не попробовав, вы не узнаете. Едьте по одному, вдвоем, с подружкой, с другом, пробуйте. Если у вас есть возможность легализироваться по польскому происхождению, супер отлично. Находясь в Украине, делайте карты поляка. Это вам реально здесь очень поможет. Вот. И смело могу сказать, что как-то приезжал наш знакомый общий и говорит моей дочке. Говорит, давай, садись в машину, едем назад, поехали. Она такая, он такой говорит, Лена, что же ты ей такое сказала? Алло, ты что, ее подговорила, что она не хочет ехать? Я говорю, нет, абсолютно. Я говорю, понимаете, что даже ребенку здесь комфортнее, чем там было. Да, дети скучают по своим каким-то друзьям, знакомым. То есть они там выросли. Я тоже иногда скучаю, переживаю, думаю. То есть это, ну, мы все, мы люди, да. Есть родственники, есть коллеги, друзья. Есть люди, которые нам были близки, очень остались по своим причинам, по разным причинам. Ну, я хотела внести о том, что пробуйте. К сожалению, но нужно, нужно, если вы понимаете, что на сегодняшний день вот есть вот так. И подумайте хотя бы на год вперед, а что же будет дальше? И если вас все устраивает, отлично. Я за вас очень рада, пожалуйста. Просто это, но я хочу подбодрить тех людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни. У вас все получится. Вам нужно это прежде всего захотеть. Второе, начать что-то делать. И реально время, то, которое вы вложите в это все и пойдете дальше, вы посмотрите. Будет процесс. Вам нужно попробовать приехать и понять. Оно ваше, не ваше, нравится, не нравится, хочу, могу. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть возможность. Пробуйте. И все получится. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok